Добрый вечер, дорогие товарищи! Мы рады вас видеть в этом замечательном помещении. Поздравляю с началом нового учебного года в университете рабочих корреспондентов фонда рабочей академии. Надеюсь, что новогодние каникулы вы привели с толком и нерабочее время превратились в свободное, до всего творческому развитию, изучению, науки и логики Гегеля, капитала Маркса, произведения Ленина. Итак, занятие, напоминаю, занятие проходит по четвергам в 19 часов в этом помещении по адресу улицы Очаковской, дом 7. План занятий на первый семестр этого года опубликован в газете «Народная правда», на сайте фонда рабочей академии и на сайте РКРП. Прошу обратить внимание на следующее, что 22 апреля, это будет не четверг, а суббота, состоится международная научно-практическая конференция «Ленин и Октябрьская революция». Ну, мы сделаем уже поближе к апрелю дополнительное объявление, приглашение. И также окончание занятия у нас будет 13 мая, это тоже не четверг, а суббота, посещение музея Сергея Мироновича Первого. Итак, тема сегодняшнего занятия «Величие третьей русской революции» ведет занятие доктор философских наук профессор Попов Михаил Васильевич. Пока Михаил Васильевич встает, напоминаю, что порядок следующий. Лекция предела в 50 минут, затем ответы на вопросы. Вопросы, пожалуйста, подавать в письменной форме, у нас уже так принято, вот листочки, кому нужно. Затем выступление в премиях, также запись, пожалуйста, можете брать листочки. Поважаемые товарищи, тема лекции «Величие третьей русской революции» и, я думаю, первое, о чем я хочу сказать, в чем величие нашей революции, столетия которой мы отмечаем в этом году. Ей предшествовала другая Великая революция. Как известно, первой Великой революцией является Великая французская революция 1789 года. В чем ее величие? Величие ее в том, что она открыла дверь, так сказать, в последнюю эксплуататорскую формацию. Она положила конец личной зависимости, рабовладению или крепостничеству и сделала трудящегося лично независимым. Но и после этой революции трудящиеся действительно получили свободу, но не получили средств производства, остались без средств производства и стали совершенно свободными. Поэтому они свободно могли продавать свои руки, а владельцы средств производства, то есть капиталисты, могли свободно покупать рабочую силу этих работников и эксплуатировать их. При этом в Великую французскую революцию была провозглашена декларация прав человека и гражданина. Смысл этой декларации в том, что каждый человек имеет право на жизнь, то есть надо еще право на жизнь получить, не то чтобы только родились, свободу, частную собственность и искание счастья. Поэтому те, кто сейчас ищут счастья в других странах, одни из Латвии бегут в Европу, другие из Украины пытаются, другие какие-то страны отчаять, кто-то из России уезжает. Это все люди, которые действуют строго в соответствии с декларацией прав человека и гражданина. Мама заболела, надо ее покидать и улетать в теплые края. Поэтому к этой декларации великие революционеры относились весьма критически. Например, Чернышевский говорил, что в чем смысл декларации прав человека? Что каждый имеет право есть на золотом блюде, если оно у него есть. Если нет, попросите у кого есть на время хотя бы. В том же Великом Почине Ленин говорит, что Харль Маркс в капитале издевается над пышностью, велеречивостью, великой хартии, вольностью и прав человека над всем этим фразерством о свободе, равенстве и братстве вообще, которое ослепляет мещан и филистер у всех стран, вплоть до нынешних подлых героев подлого Бернского интернационала. Маркс этим пышным декларациям прав противопоставляет простую будничную постановку вопроса пролетариатам – государственное сокращение рабочего дня. Поменьше болтовни о свободе, равенстве, братстве и народовластии. Сознательный рабочий крестьянин наших дней в этих надутых фразах также легко отличает жульничество буржуазного интеллигента, как иной житейский опытный человек, глядя на физиономию благородного человека, сразу и безошибочно определяет, по всей вероятности, мошенник. Вот, так сказать, Ленин как оценивает эту самую декларацию, с которой носились буржуа после того, как свершилась буржуазная революция. Великая, великая. Она великая, потому что она покончила с крепостничеством рабовладения. Нет у нас сейчас ни одного феодального государства, нет у нас феодальных отношений, нет нигде в мире рабовладельческих отношений, есть только эксцессы. Эксцессы есть отдельные. Более того, капитализм разрушиться не может. За самую слабую связь ты меня, я тебе. Он построен на обмене товарами. Поэтому он не может разрушиться. Он в этом смысле самое простое устройство имеет. Построен на купле-продаже рабочей силы и все. Поэтому такого явления, как превращение, скажем, капитализма в феодализм, нигде не наблюдается. Хотя есть люди, которые ходят в каких-то царских одеждах и думают, что они снова воссоздадут монархию или воссоздадут дворянство. Вот в дворянство, если бы я сейчас записывал, наверное, нашлось бы, кто записался. Но вот в крестьяне что-то так с трудом крепостные записываются. Пока у меня не встретится никто, кто хотел бы записаться в крепостные крестьяне. Вот такая с этим история. Чем отличается революция в столетии, которую мы празднуем, тем, что она положила конец не одному виду эксплуатации и не самому совершенному виду эксплуатации, скажем, буржуазной. Она положила конец эксплуатации вообще. И в связи с этим вспоминается еще один вид деления на формации, о котором Марс говорил. Не только, вот, скажем, пять формаций. Это первобытный общинный коммунизм, затем рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм, который вырастает на почве всех тех достижений, которые человечество достигло в лоне эксплуататорских формаций. А можно считать так, что вот есть коммунизм, потом его отрицание, это вот частно-собственническая формация большая, состоящая из трех формаций, рабовладение, феодализм, капитализм. И отрицание, отрицание, возвращение к коммунизму, но не к такому коммунизму, который, так сказать, коммунизм в нищете, а к такому, который связан с общественным развитием, с развитием производительных сил, такому, который позволяет уничтожить деление общества на классы. А, скажем, первобытный коммунизм, он раслагается на классы неизбежно с развитием производительных сил. Вот, собственно говоря, это вот такая диалектическая трактовка этого дела. И заслуга начать этот процесс принадлежит русскому рабочему классу, который своей героической борьбой в ходе трех революций подошел к тому, чтобы совершить революцию коммунистическую. Первая революция – это революция 1905 года, и с самого начала эта революция носила созидательный характер. У нас очень часто люди выступают, говорят, давайте, мы захватим власть, а там разберемся. Сейчас они разбираться не хотят. Вот сюда пришли люди, которые хотят разобраться, прежде чем решать какой-то вопрос о власти. А есть люди, которые говорят, ничего, давайте, свалим эту власть или схватим ее, завоюем эту власть. А какую можете завоевать власть? Завоевать можно ту власть, которая есть. А какая власть есть? Буржуазная. Поэтому это деятели, которые так ставят вопрос, это деятели, которые с виду такие коммунистические, левые, а на самом деле это буржуазные деятели, которые хотят добраться до этой власти, съесть при этой власти и мечтают об этом. Поэтому совершенно понятно, что не так стоит вопрос, что нужно захватить власть. Более того, Маркс и Энгельс считали для себя большим открытием и даже с уважением к себе стали относиться после того, как они поняли, что надо разбить, сломать эту старую буржуазную государственную машину, что она не может быть пущена в ход для других целей. И она может служить только буржуазией, только эксплуататором. Невозможно пустить парламентскую буржуазную демократию в интересах рабочего класса. Это исключено. Ну, поскольку это так, то несмотря на то, что Маркс и Энгельс гордились этим открытием, они в какой форме это будет, они этого не представляли. И открытие это сделало. Это, в общем-то, было загадкой для последующих революционеров. И эту загадку разрешил рабочий класс России, который создал, во-первых, Совет Иваново-Вознесенский, а также еще 17 городских советов в других городах России в 1905 году. Вот если вы сегодня пойдете на 4-ю Советскую улицу, завернете с Московского проспекта к дому Плеханово, и вдруг в доме, который предваряется, дом Плеханово, Красноармейская улица, на 4-й Красноармейской улице, Оголока, вы вдруг прочтете надпись, что здесь состоялось заседание Петербургского совета рабочих, на котором присутствовал в 1905 году Владимир Ильич Ленин. То есть Советы у нас были такое явление, что если, скажем, мерить по тому аршину, который задала Парижская коммуна, а Парижская коммуна – это, можно сказать, предвестник и правозвестник пролетарской революции, и которая первый шаг сделала от буржуазной революции к революции коммунистической. Парижские коммунары погибли в борьбе за дело рабочих, но они подняли то знамя, которое подхватил русский рабочий класс, и поэтому в России всегда чтут, помнят подвиг коммунаров. Мне довелось быть в Париже, там я, когда пришел на кладбище Перлашес, я вспомнил примерно картина такая, как у нас под Ленинградом, в районе Сестрорецкого. У кого много денег, такой большой склеп, у кого мало денег, поменьше, это разные дома. Или одна стена коммунаров, у которой они были расстреляны и там и захоронены. К сожалению, жертв было много в первую русскую революцию. Рабочий класс был гегемоном первой русской революции. А гегемоном какая была революция? Она еще буржуазной была. То есть она была революцией, которая должна была привести к установлению парламентского строя в России. Она и привела к тому, что появилась Дума. В это время уже российская буржуазия была трусливой, а она не хотела возглавлять народную борьбу за свое буржуазное дело, за свою, как говорится, декларацию прав человека и гражданина. И поэтому Ленин писал, что рабочий класс уже в 1905 году был гегемоном буржуазно-демократической революции в России. Гегемоном. Некоторые это путают с диктатурой бактериата. Гегемон – это не тот, который осуществляет диктатуру класса. Это тот, который идет впереди, который несет жертвы, который возглавляет все это движение фактически, исторически. Вот таким гегемоном выступил рабочий класс России и на блюдечке золотой каемочкой принес российской буржуазии Думу, в которой она в основном и заседала. Хотя, в отличие от нынешней нашей Думы, там были выделены места, как вы знаете, для рабочих и крестьян. Была крестьянская курия, была рабочая курия. И вот до такой степени, чтобы вообще рабочих там не было, как у нас сейчас в Думе. А если есть, то только по спискам Единой России еще никто туда не доходил. Так что движение вспять проявило себя в современной России вполне. Декабрьское вооруженное восстание, вот что привело к изменению, в этом смысле, общественного строя. Но власть царя сохранилась, и поэтому можно считать, или считается, что тем самым еще не совершилась буржуазная революция. Поскольку революция состоит в том, чтобы установить вместо власти, вместо диктатуры реакционного класса, установить диктатуру прогрессивного класса. Диктатура феодалов не упала, диктатура буржуазии не восторжествовала в 1905-1907 годах. После этого были годы реакции, затем годы подъема, и, наконец, вдруг в 1917 году, после второй русской революции, в которой опять гегемоном выступил рабочий класс, а все плоды этой революции забрала себе буржуазия, или, как в одной из работ писал Ленин, пролетариат борется, а буржуазия крадется к власти, тем не менее рабочий класс снова создал свои органы классовой борьбы, советы. Почему ему это удалось, и чем они отличаются, и почему они так быстро были воссозданы? Дело в том, что советы отличаются от всяких других представителей органов коренным образом тем, что они создаются не по территориальному признаку, от каких-то территорий или коммун, от этого еще парижская коммуна не освободилась, она еще к этому тогда не пришла, а по принципу делегирования от производственных единиц. Этот принцип записан в программе партии большевиков, которую написал Ленин. Можно считать удивительным, что существует столько много коммунистов, или считающихся коммунистами, или записанных коммунистами, которые при этом, когда встает вопрос о том, а что такое совет, игнорируют программное положение ленинское, которое содержится во второй программе партии. Буквально там говорится следующее. Основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а производственная единица, в скобках, завод, фабрика. Эту же мысль Ленин посчитал необходимым донести до участников первого конгресса Коминтерна, который у нас проходил в Таврическом дворце. Эту же мысль Ленин считал необходимым закрепить в брошюре очередные задачи советской власти, в которой указано и записано, что организационной формой диктатуры пролетариата являются советы. Советская власть является организационной формой диктатуры пролетариата. Можно сказать, сегодня мы это можем сказать, после прошедшей контрреволюции, после того, как установилась реставрация, после как у нас сейчас уже пришел капитализм, можем сказать, что и во время капитализма, хотя разбитые армии по идее хорошо учатся, далеко не все те, кто заявляет себя как коммунистов, или объявляет себя коммунистами, или левыми, или левоватыми, или какими-то полулевыми, далеко не все из них с этим принципом соглашаются и даже не понимают, что такое советы. А если под советом понимать некий орган, который создается для того, чтобы обсудить, что делать, как решать и куда пойти, то у нас таких органов и в современной буржуазной России полно. У нас самый высокий орган для этого есть – это совет безопасности. Совет безопасности, он примерно на уровне бывшего политбюро. Он решает основные вопросы, в нем находятся те люди, которые потом через все остальные органы все пройдут. И в Думе будет все хорошо. И соответствующие органы силовые обеспечат, и органы наблюдения тоже обеспечат и так далее. Все. Там и президент, и премьер, и там органы ФСБ представлены, и прочие, так сказать, те структуры. Разумеется, администрация президента, все, которые необходимы для того, чтобы это решение было проведено в жизни. Затем у нас есть высшая палата, верхняя палата нашего парламента. Как она называется? Совет Федерации. Иногда Владимир Владимирович Путин собирает большой курал, когда много-много народу сидит за столами, и это все главы, 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 главы региональных администраций. И это называется Государственный Совет. Поэтому, если вот идти по принципу, по названию, то у нас кругом Советы. Триумфальное, так сказать, шествие Советов. У нас, кроме того, в каждом ВУЗе есть ученые Советы. Там ни шагу не шагнешь без решения ученого Совета. Ну и потом у нас все друг друга что-нибудь советуют, поэтому у нас страна Советов уж точно. Далеко не все выполняется, но Советов всегда можно получить все угодно. У нас этого не хватает, того, а Советов у нас предостаточно. Вот я думаю, если по такому принципу говорить, что такое Совет, то это, конечно, вырождается просто в пустышку. Совет – это территориальный орган, который создается по представительству от производственных коллективов. Если это производство сельскохозяйственное, сельскохозяйственный, да, это сельский совет. Если это производство промышленное, значит, это городские советы. И вот это обстоятельство, к сожалению, в основной массе, можно сказать, наших трудящихся не воспринято. Хочу сказать, что и воспринимается это непросто. Я могу покаяться здесь и сказать, что я очень довольно поздно в своем развитии общественно-политическом и идеологическом до этой мысли дошел и не сам. Вдруг в Москве на одной из конференций я услышал профессора Сергеева доклад, который объяснил, что советы – это вовсе не то, что собрали людей, а они советуются. Или как-то избрали. Нет, это надо, чтобы они представляли производственные коллективы. Причем изначально советы представляли именно за Боскомы. Не безвольные такие органы, которые ничего не могут. А такие органы, которые все могут остановить. И с которыми нужно посчитаться. И которые могут при необходимости стать органами власти. Вот об этом говорил Сергеев, потом об этом стал говорить Ельмирев, потом Виктор Георгиевич Залбов. Потом они меня попросили найти, где это у Ленина, что по этому поводу написано. Я на это очень быстро нашел. И меня очень удивило, что я найти-то нашел. Но как-то на это, когда читал, все это я читал. На это не обратили внимания. Я думаю, что вот некоторые товарищи до сих пор еще на это не обратили внимания. Хотя, как мы говорим, разбитые армии хорошо учатся. И вот сейчас-то уж надо как-нибудь все-таки это усвоить. Что позволило это устройство этих советов, как это устройство советов позволило совершить революцию. У Ленина есть специально посвященная революции, тому, как установить власть рабочего класса. Власть статья «Выборы, учредительные собрания и диктатуру пролетают». Это том 40-й, полного собрания сочинений. В этой статье Ленин говорит очень определенно, что мы не сумасшедшие. Мы понимаем, что для того, чтобы управлять страной, Россией, нужно иметь на своей стороне большинство народа. Но только дурачки могут думать, что они получат большинство народа при капитализме, путем голосований. Я думаю, что весь опыт парламентаризма мирового, который мы наблюдаем, в том числе и российской, которую мы многократно наблюдаем, показывает, что поскольку все определители воли избирателей все находятся в руках у правящего класса, гарантированно на выборах побеждают представители буржуазии. Исключений из этого правила нет. Я могу только к этому добавить некую философскую основу. Люди голосуют в соответствии со своей идеологией. Какая идеология царит в буржуазном обществе? Буржуазная. Значит, большинство будет буржуазной. Если выборы проводятся честно. Вот если не честно, тогда вот совсем если не честно, вдруг как-то так подтасует, что получится не представители буржуазных партий. Это удивительно будет тогда. Вот это, конечно, нарушение. А вот если честно делать, то, следовательно, выборы будут отражать, какая идеология царит в обществе. Какая? Буржуазная. Поэтому гарантия стопроцентная. Поэтому участвовать в буржуазных выборах можно, нужно для того, чтобы вести пропаганду, для того, чтобы в это время, когда люди политизированы в большей мере, чем в обычное время, решать свои политические задачи. Но никогда рабочий класс через выборы в парламент прийти не может. Вот. У нас тут присутствует представитель газеты «Имманите», корреспондент. Ему там переводят. Олеча, которая состоит в обществе друзей «Имманите». Я думаю, они передадут, что мы из опыта российского знаем и очень уважаем то, что сделали французские пролетарии. Мы должны сделать тоже вывод, что сегодня рассчитывать на то, что через парламент можно получить власть. Власть можно получить, только рабочий класс не может получить. Некоторые люди ставят вопрос, нам прийти к власти? Вы придете. Рабочий класс не придет. А то, что могут некоторые люди прийти, мы даже знаем, в 2014 году почти все пришли из партии социал-демократических, вполне социалистических, вполне выписанных даже Марксом и Энгельсом. И все пришли к власти, эти люди. Рабочий класс только не пришел. Рабочий класс пришел только в России. А в парламентах те люди, которые до начала войны говорили, что они будут голосовать против военных кредитов, потом решали такой вопрос. Поскольку военные кредиты нужно было для ведения империалистической войны, кто проголосует против военных кредитов, он куда должен войти? На каторгу. И вот проголосовал Карл Липпник и пошел на каторгу. А проголосовали также все депутаты Думы, прошедшие по рабочей курии. Депутаты большеведей уехали в Сибирь. Поднимаешь руку – едешь в Сибирь. А все остальные лидеры, левые так называемые, левые, или когда еще тогда считались левые, они отправились преспокойно в правительство. И поэтому пришлось создавать новый Коминтерн, в котором главным было записано условие вхождения в новый Коминтерн. Это что здесь должны быть только те партии, которые признают необходимость диктатуры пролетариата. Те, которые, так сказать, страдают парламентским кретинизмом, они не могут входить в первый коммунистический интернационал. И вот как-то, о каком был план установления власти? Я повторяю, не взятие власти, а что вы можете взять? Можете взять то, что есть. А то, что есть, не надо рабочему власти, ему надо свое установить. Установление советской власти. План был такой. Мы, говорит Ленин, берем власть, опираясь на то, что у нас в ведущих центрах, в Москве, в Петрограде, в войсках Северного фронта, имеются большевистские советы. Мы берем власть и потом с помощью этого и власти, с помощью государства, действуем так, как действует буржуазия. С помощью власти привлекаем на свою сторону большинство. А как сделали большевики? Емлю крестьянам, привлекли крестьян. Так, мир народом всех привлекли, кроме отъявленных, так сказать, капиталистов и помещиков, которые хотели продолжать, так сказать, гнать народ на убой. За интересы империалистов. Фабрики рабочим, рабочий контроль. И тем самым большевики привлекут на свою сторону большинство народа. И привлекли они на свою сторону большинство народа. И все попытки потом представителей буржуазных классов и помещичьего класса вернуть назад вековые привилегии, в том числе проверить на прочность гражданской войной, насколько народ, так сказать, твердо придерживается диктатуры пролетариата, которую установили большевики. Вот эти вот попытки показали, что да, действительно, большевикам удалось с помощью власти привлечь на свою сторону большинство. И иногда вот Ленин писал так, что мы оставим богатым корки, но мы накормим Красную Армию. И обуем мы Красную Армию. И обеспечим ее тем, чем нужно. Поэтому наша вот революция, это образец революции, она великая еще и потому, что она была очень хорошо продумана. Вот эта теория вопроса, о которой я говорил, можно сказать, ее организация получала такие этапы. Летом собирается шестой съезд. В это время Ленин находится в разливе, а шестой съезд собирается на Выборгской стороне. И первая часть съезда проходит там, около Гренадерского моста. Там есть гранитная доска, вот почти рядом с новым памятником Петра Первого, только он на другой стороне улицы. ДК Первого мая. Да, ДК Первого мая. И вот там была первая часть, но поскольку там было не очень безопасно, решили вторую часть перенести на Нарскую сторону, туда за Нарские ворота. Сейчас это улица Ивана Черных, дом 23. Там сейчас музей Нарской заставы, работает музей. Можно туда прийти, увидеть то помещение, в котором был шестой съезд, на котором товарищ Сталин выступил с закладом о вооруженном восстании. То есть сначала очень демократически собирается съезд, обсуждает вопрос о вооруженном восстании, принимаются решения. После съезда что должно быть? Пленум ЦК собирается Центральный комитет уже в октябре. Один раз узкий состав, потом широкий состав. Широкий состав собирается на Болотные улицы. В Москве есть вот Болотная площадь, она известна как раз другим, что там бал правили либералы. У нас тоже есть Болотная улица, на этой улице стоит деревянный, красивый, резной дом, просто чудо деревянного зодчества, который как раз демонстрирует, как надо использовать некоторые моменты буржуазного парламентаризма. Товарищ Калинин, там была местная власть коммунальная, и он этот дом предоставил для проведения расширенного заседания ЦК. Там был образован военно-революционный центр. В военно-революционный центр Ленин не входил, туда входил Сталин, Твердлов, Губнов, еще несколько человек. И вот эти люди потом должны были, уже никаких коллегиальных решений больше не принималось. После этого Каменев и Зиновьев выступали против вооруженного восстания, Ленин требовал их исключения из партии. Сталин проявил, можно сказать, мягкость, или мягкотелось по отношению к ним. Они остались в партии, потом ему пришлось эту задачу снова решать. Ну вот, они остались в партии, потом Каменев еще себя проявил, буквально чуть ли не на второй день после революции, когда он решил, что надо, чтобы все партии социалистические вошли. Однородное социалистическое правительство. Тут же Ленин сказал, надо выгнать его. И решением ЦИК его выгнали из поста, высшего поста председателя в ЦИК, и поставили Свердлова. После этого товарища Свердлова не любят мне очень многие, потому что он был за смертную казнь для контрреволюционеров. Очень твердую позицию занимал. Вот такая, значит, эта картина. Что мы в итоге имеем? В итоге мы имеем, во-первых, ценнейший исторический опыт, и мы имеем по существу план установления советской власти, который не связан с тем, чтобы победить в каком-нибудь парламенте. Ну, наверное, вот Ленин неплохой был политик. Ну и как? Какое место получили большевики при выборах в учредительное собрание? Первое или второе? Второе. Вот они получили второе место. Но кто у нас тут крупнее Ленина, который хочет завоевать власть в парламенте в нашем? Поэтому рассчитывать на это нельзя, а надо учитывать этот опыт, утверждение советской власти, который у нас имел место. И если бы не отказ, можно сказать, по ошибке, отказ от такого принципа сформирования советов по предприятиям, по фабрикам и заводам, который произошел, к сожалению, в 1936 году, вот если бы этой ошибки не было, то, конечно, труднее было бы ломать тот социализм, который у нас был построен. У меня все. Так, спасибо. Вот стилок. Виктор Аркадьевич, могу почитать? Так, Виктор Аркадьевич дает такой вопрос. В связи с ростом НТП и ростом ПТ, производительность труда, автоматизация, компьютеризация и так далее, наблюдается уменьшение численности рабочего класса. Сразу я хочу сказать, а почему бы с ростом НТП и ростом производительность труда не уменьшать рабочий день? Ну, раз выросла производительность труда, что это означает? Значит, эти же самые продукты могут быть сделаны за более короткое время. Ну, так и сократите время, и все. То есть, вообще, такой задачи уменьшать рабочий класс и при социализме не было, а его уменьшали. И создавали новые столы и новых людей за этими столами, недовольных своей зарплатой. Что создавали некую известную базу контрреволюции. То есть, сам по себе НТП им безразличен. Будет у вас рабочий день сокращаться или будет увольнять людей? Сокращать рабочий класс или рабочий день? Две дороги существуют. Бороться надо рабочему классу за то, чтобы идти вот в этом самом НТП по дороге сокращения рабочего дня, чтобы можно было после рабочего дня профсоюзную партийную работу вести и организовываться для того, чтобы устанавливать свою власть. А если рабочих будет все меньше и меньше и меньше, а времени нету для того, чтобы... У нас сейчас растет рабочий день, фактически. Фактически рабочий день возрастает. Если не будет этого, значит трудно сделать революцию. Наблюдается уменьшение численности рабочих классов. Наблюдается. Это буржуазия делает хорошо. Уменьшается число крупных предприятий. Рост сферы обслуживания. В этой связи построение Совета по производствам и территориям не вылезет ли все равно в своеобразную парламентскую систему. Советы по территориям не строятся. Советы – это территориальные органы. А Совет же должен быть не органом, который руководит рабочими, а орган, который руководит всеми классами. Поэтому он, конечно, территориальный. Но он территориальный, а депутаты направляются заводами и фабриками. Но уменьши их, легче советы строить. В чем проблема? Чем меньше заводов, тем меньше советов. У нас что, от количества, что ли, советов советской власти здесь? Нет. Нет никакой проблемы тут вообще. 35 миллионов рабочих и 106 миллионов избирателей. Во-первых, 35 миллионов рабочих – это вполне достаточно, чтобы осуществлять диктатуру пролетариата. Я думаю, и 10 миллионов достаточно, как было в России в 2017 году. И 5 миллионов достаточно, чтобы осуществлять диктатуру пролетариата. И 2,5 миллиона достаточно, чтобы осуществлять диктатуру пролетариата. Но, причем, поскольку направляют фабрики и заводы, а все остальные, либо они те люди, которые не относятся к производственным признакам, они так или иначе приписаны к этим заводам. Или они могут пойти через профсоюзы. Если, скажем, от тысячи членов профсоюза, допустим, один депутат, или от 10 тысяч членов профсоюза. А кто даже в профсоюз с ним входит, не надо ему участвовать. Он вообще вне политики. Не надо изображать, что он сейчас будет заниматься какой-то политической борьбой. Вот надо об этом тоже подумать. Надо ли вот это, так называемое всеобщее голосование, которого не было при Ленине. При Ленине очень многие не имели права голоса. Это члены эксплуататорских классов, бывшие полицейские, бывшие священники и так далее, высокого уровня и самого низкого уровня попы, но они могли попасть куда-то, не лишаться. А в чем дело? Ну и не надо было это отменять. Это само по себе отмирает. Это же на детей-то не распространяется. Про детей-то ничего не говорилось, что дети там, как говорил Сталина, дети за отцов, за матерей не отвечали. Поэтому никакой такой необходимости вот эту красивую и такую делать жест, что мы предоставляем право на голосование бывшим полицейским, жандармам, капиталистам, помещикам, в чем это задача. Дети – другое дело. Получается, что, как и в первые годы советской власти, требуется представление преимуществ голосам, заводам. Ну, конечно, диктатура класса – это всегда преимущество тому классу, который осуществляет диктатура. И тут это всем должно быть понятно. Это только буржуазия она замазывает. Но вот, например, при офеодализме, самые честные такие вот, честные устройства. Вот если вот эта часть – это помещики, вот они и правят. А вы, товарищи крестьяне, хлеб должны добывать. Чего тут непонятного? Эти должны рано вставать, иметь военную форму, тренироваться, потому что вот эта публика может поднять восстание, и вы должны успеть ее подавить. Чего тут непонятного? Эти не могут ни в косткие органы входить, и забудьте об этом. А вот вы можете их плетьми бить, потому что крепостных можно бить плетьми, это записано было в законе. Вот самый честный строй. Сейчас говорят, честный выбор. Да это какая честная? Вот самый честный строй – феодализм. Там честно все. Причем, когда вы работаете на барщине, это вот прибалочный продукт вы создаете. А когда у себя на земле, вы – необходимый продукт. Это вот Макс долго доказывает, где там необходимый, где прибалочный продукт. Там все, так сказать, замотано как-то, запрятано при капитализме. А при феодализме очень все честно. Если вы сейчас пошли на барщину, сейчас прибалочный продукт вы делаете. Ушли с барщиной – необходимый продукт делаете. Очень все легко понимать. Вот политэкономию, где можно изучать. Очень хорошо. Как? Что есть? Современные рабочие другие. Да каждый, кто вот здесь сидит, все другие. Все другие. Все истечет, все и сменяется. Не надо ломиться в открытую дверь. Тем более не подпишется насчет. Кто-то анонимку прислал. Кто прислал анонимку? Вы? Зачем вы присылаете анонимку? Как это раздается на современный такт? Никак. Потому что просто это обстоятельство, что все другие. Вы все время, вот зачем вы пришли на лекцию? Чтобы стать другим, да? А если вы пришли на лекцию, чтобы остаться таким, каким вы пришли на лекцию, то какой смысл лекции? У нас есть даже такой анекдот. У преподавателей попались плохие студенты. Я говорю, раз им объяснил, не понимают. Два объяснил, не понимают. Три, четыре. На пятый раз я уже понял. Они все равно не понимают. Но современные рабочие, они отличаются от статок рабочих. Современные рабочие отличаются тем, что у них образования гораздо больше. Современные рабочие могут гораздо дальше пойти, чем прежние рабочие. Потому что страна была безграмотная у нас в 17-м году. Но рабочие были не такие безграмотные, как крестьяне. Переходим к поступлениям, записалось два товарища. Первый Герасим и Флана Михайловича, пожалуйста. Возьмите. Ох, отлично. Детя, дочек тут не хватит. За короткий период времени, в февраля по 17-й год, произошло две революции. И причем, в отличие от нынешних этих фейковых ирлюков, которые наклеивают на всякие там события, называемых цветными революциями, там всякими. На самом деле, все эти революции сейчас никакие не революции. Я думаю, все здесь прекрасно это понимают. А тогда действительно произошли две значимых революции. Два переворота общественных, привезших к власти более передовой краз. Буржуазию в феврале 17-го года и рабочий краз в октябре того же 17-го года. И вот насколько разные эти революции по своему протеканию, по своим результатам. Вот в ходе февральской революции вышли на улицы большие скопления людей. Было все достаточно красочно, достаточно революционно. Людей расстреливали с колоколем жандармы из пулеметов, из винтовок. Несколько сотен человек только лишь официально лежат на Марсовом поле. А сколько вообще погибло по Петербургу, это много. Ясно, что есть погибшие. И в каком-то смысле, вот один раз история повторяется как трагедия, а второй раз как фарс. Вот Киевский Майдан вот этот в 14-м году, вот тоже это всякие там красочные картины, пожары, дым, которые не дают спать многим нашим так называемым левым. И прострелы там, и погибшие, и все такое. Весь этот внешний антураж, привезший их жертвам народным. А что в итоге? В итоге собрались какие-то люди. Люди, которые погибали на улицах, они сыграли роль статистов. Их никто никуда не приграшал, ничего решать. Собрались какие-то люди, назначили Временное правительство. Правда, были и советы. Но советы-то тоже они особо не были избраны на начальном этапе. Первым главой Петроградского совета был гражданин Керенский. Понятная идея, что не рабочие по заводам его избирали. Как-то вот он так, там люди собрались. Грамотные, умные, там великие князья, высшее духовенство. Кто там царя свергал? Как генерал Карниров арестовывал царскую семью? Все эти достойные люди там порешали, создали Временное правительство. И это Временное правительство здорово-бразды. Ну а советы там так сяк, потом было двоеврасти, но это уже отдельная история. Людей, которые погибали на улицах за это дело, никто не спрашивал. И это вообще говоря, во всех революциях даже как так появилось, что должен быть какой-то такой вот этап. Что-то революционеры, они берут власть, а потом, так сказать, через какое-то время, когда все устаканится, производится в стране выборы и наступает так называемая демократия. Значит, и чем здесь отличие большевистской революции? Вот в ночь 24 на 25 октября было вооруженным путем лохвачен последний отвод Временного правительства Зимний дворец. Временное правительство было незрожено. Буквально там несколько часов, несколько минут, параллельно с этим, кто пришел к власти? К власти пришел съезд советов. Съезд людей, которых избрали по всей России самым демократичным образом, потому что это была не демократия меньшинства, не демократия для эксплуататорских расов, как буржуазная демократия, а демократия большинства. Ничего более, может быть, конечно, не до каждого заглухого уезда, там дошла эта избирательная кампания, не от каждого сера там был, может, депутат, но все равно, так сказать, это наиболее широкое народное представительство, которое могло на тот момент собраться в России. И этим людям была передана власть. То есть власть буквально ни минуты не лежала на улице, не была в руках кучки каких-то узурпаторов, которые там, ну пусть даже хороших, скажем так, узурпаторов, которые ее захватили, и тем не менее, вот на ее надо сказать, что ни до, пока, ни после, вот сколько революций нам подарил 20-й век, реальных революций, в том числе китайской, кубинской и так далее, вот, это такого вот не было. И этот опыт он в полной мере не был учтен. То есть была проведена колоссальная работа русскими рабочими с 1905 года, накапливал все опыт создания советов, опыт функционирования и управления. В том же Иванове 72 дня совет управлял городом. Те же советы в Петербурге в 17-м году, в эпоху февраля до октября, они через фабзавкомы, вернее, не советы, конечно, через фабзавкомы на заводах, они решали вопросы приема и увольнения на работу, проблему рабочего дня решали, они решали проблему рабочего времени, восьмичасовой рабочий день был установлен явочным порядком на заводах Петербурга, и если бы не это, кстати, еще совершилась бы октябрьская революция, большой вопрос. И они руководили рабочей гвардией. Отряды рабочей гвардии составались на предприятиях под эгидой фабзавкомов, на деньги работодателей, как сейчас говорят, хотя Маркс это термин ругал, на деньги капиталистов, собственно говоря. Вот. Это и эти отряды, они представляли собой реальную вооруженную силу, чьей помощью поддерживался порядок на предприятиях, порядок на территориях прилегающих, и борьба с криминалом, виральность в условиях отсутствия полиции. То есть, это вот все эти вопросы, рабочий класс России, он решал, он мог их решать, и вот он пришел к власти легитимно и демократично, и здесь, так сказать, настолько твердо он утвердился, что вот, несмотря на то, что после Сталина страна вступила вскоре после смерти Сталина в переходный период, в переходы к капитализму, вот 35 лет пытались раскачивать в примоченном иностранном вмешательстве, и все-таки нельзя сказать, что без труда они победили, и непонятно было это последнее, о чем там все кончится. Вот это вот, в этом и есть большое величие русской эволюции, в этом вот есть ее урок для всего мира, и, конечно, Михаил Васильевич неслучайно большую часть лекций посвятил советам, потому что именно через совет, организованный по производственному принципу, именно здесь разгадка ключ к вскрытию проблем на Украине, и вскрытию, ключ к вскрытию проблем в России в том числе, и здесь, в общем-то, это средство совершенно универсальное. А что касается беспокойства о рабочем красе, то еще, как так сказать, еще в «Капитале» Маркс писал, что вот на заводе, где еще несколько лет тому назад сотни людей трудились, теперь станки, ходят несколько человек, убирают мусор, и обслуживают эти станки, и все. Короссальный был рост производительности труда, и поля Иргандии, и поля Индии велели от костей ручных ткачей, как там было сказано, и вроде бы тоже все время уменьшалась численность рабочего краса, и все время, тем не менее, она нарастала, и сейчас численность рабочего краса, если брать мир в целом, я не соглашусь с Михаилом Васильевичем, она растет в целом в мире. Она в отдельных странах, в Западной Европе, у нас в стране, она может падать в силу индустриализации. А в мире, в Китае, она растет за счет крестьян, она растет в развивающихся странах, а кто у нас сейчас глядная производительная страна, это Китай, там больше всего производится, он по промышленному производству обогнар, Америку обогнар, и сейчас самая производящаяся страна в мире. И в целом, по миру, численность рабочего краса увеличивается. И это так со времен Маркса идет, несмотря на то, что вроде где-то там за счет роста производительности труда она и падает локально, а в целом глобально она растет, 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 а пока конца этому процессу не видно. Так что вот поэтому здесь надо нам уроки октября с точки зрения создания советов запоминать и учить, и примерять их на нашу ситуацию. Спасибо. Слово представителя Виктора Качкина. Будьте добры. Верните, пожалуйста, сюда. Власть. Дайте власть. Довай микрофон, давай власть. Власть перешла к товарищу Чулькину. Я думаю, что 2017 год, год столетия Октябрьской революции, мы очень правильно начали с той лекции, с которой выступил перед нами Михаил Васильевич. И мы за это благодарны. Это первое. Второе. Значит, этот год будет весь проходить под знаком столетия революции. Вопрос, каких или какой революции. Значит, мы видим со стороны правительства, что они тоже отмечают, но уходят на такую формулу, что это столетие русских, русской революции, да? Мы не разделяем Октябрьскую, Февральскую и прочее. Значит, мы с вами, естественно, наверное, про Февральскую вспомнили бы меньше, только как преддверие, так сказать, Октябрьской революции. Но неминуемо обратились бы к 1905 году, первой революции, в этом плане. Значит, почему? Потому что, помните, Владимир Ильич, государство революции, в предисловии писал, что когда, так сказать, при жизни и против великих людей, и против их идей и дела шла бешеная борьба, то часто потом можно наблюдать такое явление. Значит, выхолачивают, вырезают, берут нечто такое, что кажется приемлемым, и это дело экспортируют. То есть, если говорить о марксизме, то из него изымает революционную душу, изымает диктатуру пролетариата, выбирает, так сказать, рабочий класс власть, трудящие дела, и оставляет некую форму народовластия. Примерно так. Вот это мы видим и сегодня. Поэтому борьба идет, в том числе, на тех мероприятиях, которые называются празднованиями, значит, отмечаниями и так далее и тому подобное. Поэтому мы вот с вами вступили в своеобразный период усиления этой борьбы, теоретической борьбы прежде всего. Значит, у нас организован Организационный комитет коммунистических рабочих и левых организаций, которые готовят мероприятия по, значит, встрече в столетии октября. Значит, в августе месяце пройдет в дни столетия шестого съезда, про который Михаил Васильевич вспоминал, о котором взял курс на вооруженное восстание, международная встреча коммунистических и рабочих партий, которые стоят на позициях марксистско-ленинских, то есть, ортодоксального марксизма, у которых не потерян лимит на революции, который признание классами борьбы доводит до признания диктатуры пролетариата, пройдет здесь, в Ленинграде. Вот и другие мероприятия, в том числе наши друзья-оппортунисты будут принимать большую встречу, мы в ней будем участвовать, это ближе к ноябрьским дням, встреча списка солидная и так далее. И вот в этой связи я хотел сказать, что очень ценно Михаил Васильевич в лекции, значит, обратил основное внимание именно на советский характер революции октябрьской, социалистической. Потому что, когда мы называем ее Третьей русской революцией, Великой октябрьской революцией, социалистической революцией, это все правильно. Но все-таки главная ее содержательная часть заключается в том, что была установлена именно советская власть. Советская власть как организационная форма диктатуры пролетариата. И вокруг этого момента теоретическая пропагандистская борьба, она идет все время. Идет, значит, с усилением и усовершенствованием. Вот мне довелось участвовать в 2005 году в научной конференции на родине советов Иванова, в университете, значит, в которой выступали серьезные люди, значит, доктора, профессора и доклады звучали. Значит, советы как прообраз, так сказать, рабочего парламента или народного парламента. Парламента с элементами народовластия, к которому мы двигаемся. Или товарищи из КПРФ употребляли еще более, значит, интересный оборот. Что наша цель движения в сторону парламентской республики советского типа. В современной транскрипции или звучании мы можем услышать другие обороты. У того же Геннадия Андреевича Зюганова и у, значит, КПРФ это программа из скольких-то там очередных шагов. Каждый раз они то добавляются, то укрепняются. Но движение в сторону так называемого правительства народного доверия. О чем это говорит? Это говорит как раз вот о том, от той переориентации, политической переориентации. Тогда, значит, от диктатуры пролетариата, от ставки на, значит, рабочий класс, движение идет в сторону использования так называемого парламентаризма и обещания, что с помощью этого парламентаризма, так сказать, подарит счастливое будущее трудящимся и всему народу. Поэтому очень эта тема важна. Очень важно подчеркнуть, что советы это не просто тот орган, значит, которому мы зовем. Это не просто вот, ну, как бы, та модель построения власти, которая будет, если свершится социалистическая революция, за которую мы радуем. Вот мы объясняем людям, к чему мы зовем, как оно будет построено, как оно будет выглядеть в этом плане. Очень важно подчеркнуть, что советы это и орган борьбы до взятия власти. Это орган борьбы сегодняшней, так сказать, участия рабочего класса и всех наемных работников в политике. Мы часто вздыхаем, что рабочий класс сегодня вот не тот, там, товарищ говорит, уже, значит, не видно ни активности, ни, так сказать, гордости, собственно, ни борьбы. Но в том же манифесте Компартии, Марк, вспомните, указывал, что буржуазия сама, вольная или невольная, она втягивает рабочий класс в политическую борьбу. Потому что она вынуждена бороться с буржуазией других стран. Она вынуждена бороться, там, внутри себя с различными явлениями, в том числе реакционными, по пути, там, движения прогресса. И поэтому рабочий класс в этом участвует. И у нас сегодня, если вот вообще проводить исследование и посмотреть, то рабочий класс относительно тех вопросов, которые являются политическими, значит, там, где на это работает массовая пропаганда, средства массовой пропаганды, очень даже политизирован и по Крыму, и по Донбассу, и по противостоянию там с Евросоюзом, штатами, и прочее, прочее. То, что он недостаточно политизирован в нашу сторону, это наша с вами недоработка. Недоработка. И как раз направление, в котором мы должны работать. А вот тот вопрос, как работать, что из себя представляет современный рабочий класс? Есть ли он, насколько он трансформировался, насколько он другой? Или, может быть, он уже превратился в некий, или уступил свое место прогрессивное некому технократическому классу, как нас пытаются учить теоретики из КПРФ. Но это мы будем разбирать на следующем занятии ровно через неделю, на которое я вас всех приглашаю. Спасибо. Михаил Васильевич, большое спасибо. Будете давать, верните, пожалуйста. Владите, пожалуйста, верните. Так, список выступающих исчерпан заключить на словах, Михаил Васильевич. Я хочу поблагодарить всех присутствующих за внимание, а всех выступавших за дополнение и развитие той проблематики, которая была сделана в докладе, поскольку существует понимание, что эта Великая Октябрьская Социалистическая Революция действительно велика не тем, что она Октябрьская, а тем, что она Советская. Хотя Октябрьская пишется с большой, а Советская вообще не пишется в номиновании. Это довольно странно даже выглядит, потому что, например, Великая Французская Революция даже там нету, не указан ни месяц, даже и год не указан, а говорится Великая Французская Революция. У нас Великая Революция какая? Советская. И Ленин имел в виду, и цель, которую он ставил перед мировым рабочим классом создание Всемирной Республики Советов, которая бы управлялась пролетариатом всех стран. Ну и диктатуру пролетариата до того времени пока не будут решены все задачи, которые стоят перед диктатурой пролетариата. А это задачи такие, что не только уничтожить эксплуатацию, но и ликвидировать неравенство между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. Это дело очень долгое. И я хочу отметить еще одну формулировку диктатуры пролетариата, данную Лениным специально для представителей других партий, в книге «Детская болезнь для визны в коммунизме», где говорится, что диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. И вот давайте поставим себе вопрос, что произошло, когда на 22-м съезде в докладе первого секретаря и в программе было записано, что диктатура пролетариата тяжело себя отменяется. То есть не будет борьбы с традициями и силами старого общества. А традиции и силы старого общества подписались где-нибудь, что они не будут вести борьбу? Это вам не напоминает, как Троцкий во время Брестского мира говорит, армию демобилизуем, мирный договор не подписываем, и немцы пошли вперед и захватили всю Украину. И такие территории, которые никак бы им не взять. И если бы не революция в Германии, которая позволила нам денонсировать этот самый похабный Брестский мир, этот соответствующий договор, в нашем положении было бы очень тяжело. Единственное, с чем я вообще хочу возразить, вот Иван Михайлович замечательно сделал выступление, мне очень понравилось, но он сказал, что она легитимная. Я думаю, это не так. Я думаю, что в чем смысл революции? Она всю старую законность уничтожает, легитимность... Мы знаем, что такое легитимность. Легитимность – это по закону. Всю старую законность уничтожает и новую законность устанавливает. И контрреволюция это делает. Вот что сделала контрреволюция, когда она развилась. Началась в 1961 году, закончилась в 1991, и все советские законы социалистические убрала и установила. И Конституция 1993 года, она совершенно нелегитимная, потому что никто за нее не голосовал, не было такого проекта. Нет, до 1993 года здесь было вообще занято. Что? Заключительное слово. В 1993 году Конституция была как бы привязана к всенародному голосованию и голосовали за Конституцию. А Конституция – это та, которая была Конституцией РСФСР. Вполне уже буржуазной к тому времени. А вместо этого нам выдают за Конституцию некий проект, за который вообще никто не голосовал. Ни один человек. И на голосование он не ставился. Не было такого. Кто за этот проект? Не было такого. Поэтому там никакой... То есть не надо по этому поводу печалиться. Ни контрреволюция, ни революция. Никакая. И никакие, ни в какие времена не считаются законностью. Революция всегда отвергает старую законность, устанавливает новую. Как идет процесс? Сначала появляются Советы. После Советов Советская власть. А только после Советской власти еще декреты. Только уже декреты. А еще нет никакого основного закона. А потом только Советская Конституция. Вот так развивается. Конституция, так сказать, она закрепляет то, что уже сделано. То есть классовая борьба на первом месте, а бумажки на втором. А вот закрепить нужно как следует. Кстати, скажем, если мы поставим вопрос о том, а как закрепили принцип выборов еще тогда? Ну, в Конституции 18-го года записано, что в городах от 25 тысяч избирателей Советы формируются, а в деревнях от 125 тысяч жителей. И жителей ясно, что по принципу территориальному. А в городах по неопределенному избирателей. То есть можно и так, и так. И вот это и так, и так. В общем, потом качнулось в ту сторону, что потом тоже от жителей. И, так сказать, вот то, что является, собственно говоря, особенностью Советов, конституирующим ее признаком, вот это было утеряно. Это, конечно, ухудшило ситуацию во многом. И поэтому с 1936 по 1986 год столько появилось Горбачевых на всех уровнях, в партийных органах, в государственных органах. И они потом так прямо из центрального комитета, из обкомов, из парткомов, за речающим исключением, пошли в разную власть служить новому хозяину. Тот, кто бывал в Смольном в то время, вот мне приходилось, и Виктор Аркадьевич тоже хорошо это наблюдал. Он видел, что там верхушечка сменилась, а так все остальные как работали, так они работают только уже на другой класс. Вот что произошло в это время. Значит, вывод. Следовательно, вот то, о чем мы говорили, носит не исторический только характер, а это взгляд в будущее. Это то, что мы должны усвоить для того, чтобы не повторять в будущем ошибок, и для того, чтобы содействовать рабочему классу в совершении социалистической революции. Надо сказать, что если рабочий класс поднимется, то никто его не сможет остановить, никакие силы. Если он не поднимется, то за него никто революцию не сделает. Поэтому революция – это такая вещь, которая или будет, или не будет. Вот если она будет, то не надо беспокоиться по поводу того, что а вдруг, а что будет, а как. Но это вот такое явление, которое, когда вскипает, так сказать, народная ярость, когда, так сказать, люди становятся на борьбу. Вставай, подымайся, рабочий народ. Подымаются на борьбу, если они подымаются, тогда они побеждают. Если они не подымаются, ну, они тогда влачат жалкое существование. Вот трижды уже подымался рабочий класс России. Согласитесь, что он уже может пока держать первенство по этой части. Самый опытный рабочий класс – это российский. Он выдержал три революции, совершил, и одну контрреволюцию претерпел. Кто он с нами может стрелать? Как всегда, мы на первом месте. Вот, поэтому мы самые опытные. И куда бы вы ни поехали, в какую страну, все равно все смотрят на Россию. Вот я был в Бельгии, и там была встреча с бельгийскими профсоюзниками. Вот один из них вышел и говорит, вот, из-за вашей контрреволюции у нас теперь безработица. У нас стали понижаться зарплаты. У нас стали ухудшаться условия труда. Ну, вроде как, мы виноваты в том, что у них стало хуже. Я им говорю, что, ну, вообще-то, вот Ленин говорил, что вот, а мы-то не такие культурные русские, а вот есть культурная Европа, а она впереди. Ну, давайте вот, вот сейчас вы начинаете и делаете революцию, а мы движение сделаем в России. Руки прочь от революционеров в Европе. Он так послушал, говорит, давайте пить пиво. И на этом, так сказать, успокоился. Позвольте мне еще раз поблагодарить всех присутствующих. И думаю, что в этом году мы специально будем, я думаю, и каждый в этом примет участие, в том, чтобы способствовать уяснению и целей, и уроков, и способа осуществления Великой Советской Революции, который, как говорится, за которой перспектива. Спасибо. Спасибо. Объявление встречается через неделю, в следующий четверг. Тема занятия «Современный рабочий класс, его место в системе общественного производства и политической борьбы». Ведет занятие первый секретарь ЦК РГБ, Тюлья Виктор Акаевич. Спасибо. 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 Спасибо.